17.05 и в эфире бизнес-класс с Георгием Вербицким. Итак, как всегда, будем обсуждать, как сделать деньги, будем искать незанятые ниши, интересные идеи. Также откровенно говорить о различных бизнесах, разбирать их и смотреть, как они устроены изнутри. Сегодняшняя тема – денежные переводы, специфика рынка. Рынок достаточно действительно специфичный. Денежные переводы появились, судя по той информации, которую я нашел в VI веке в Китае, то есть самой истории уже достаточно много лет. Денежные переводы – это специфика того, как можно отправить куда-либо деньги. То есть, по сути, это некая замена самого перемещения денег на доставку информации о выдаче денег. То есть, грубо говоря, необходимо однозначно иметь некую ликвидность в неких двух точках – в точке А и в точке Б. И, соответственно, всего лишь дать некое распоряжение, то есть каким-то образом передать информацию о перемещении денег. Основной толчок этому рынку удало появление телеграфа. 150 лет назад рынок очень сильно растет сейчас. По тем данным, которые я смог найти, где-то примерно 500 миллиардов долларов. Это мировой рынок денежных переводов. Разбираться в том, какую динамику можно будет ждать от этого рынка, мне будет помогать Петр Гнатюк, вице-президент компании MoneyGram по России, СНГ, Восточной Европе и Израилю. Добрый вечер, Петр. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Добрый вечер. Действительно, достаточно большая история у денежных переводов. Рынок существенный, прямо скажем. Как Россия вообще чувствует себя на этом рынке? То есть, действительно ли вот те оценки, которые я дал, 500 миллиардов долларов в мире, они похожи на правду? Действительно, рынок денежных переводов вообще за последнее время, он очень сильно растет в мире. В результате демографических изменений в населении планеты. В результате которого есть требования для экономического развития в разных странах, идет перемещение разных трудовых мигрантов для того, чтобы обеспечить экономический рост тех стран, которые развиваются. По поводу России, она занимает третье место в мире по объемах денежных переводов. Первое это Соединенные Штаты, второе это Сауди Аравия, а на третьем месте это действительно Россия, как один из главных, скажем, источников. Доноров. То есть, Россия это страна-донор. Это та страна, откуда деньги переводят. Отправитель. Страна-отправитель. Я знаю, что Мексика, в общем-то, раньше была на первом месте в качестве страны-получателя, потом вот сейчас вроде бы вышла на первое место Индия. Так ли это? Ну, Мексика очень близко связана с Соединенными Штатами, и потому Америка является до сих пор на первом месте. Большая часть этого объема продолжает идти в Мексику. Ну, насколько что в Америке очень много разных мигрантов. Индия тоже является очень большой рынок, но не только для Америки, а и для Великобритании, в том числе и Близкий Восток. Очень много индейцев из Бангладеша, из Непала, этого всего региона, они строят в основном весь Близкий Восток. То есть, получается, что из Америки деньги посылают в Мексику, соответственно, а из, допустим, Саудовской Аравии деньги посылают в Индию? Нет, не совсем. Не совсем. Вот деньги из Америки, они идут как и в Мексику, так и на Филиппины, и в Индию, и в Африку. Это самый большой рынок различных коридоров отправления денег. По поводу Индии конкретно, много индейцев тоже работают на Близком Востоке, из Саудии-Аравии, из Арабских Эмиратов. Насколько что это ближе к Индии, тоже идет очень серьезный поток денег в Индию. И Россия на третьем месте, получается, да? По объемам, да. По объемам. Интересно. Ну что ж, денег, как мы выяснили вчера, в мире станет больше из-за того, что очередной раунд количественного смягчения в США объявил вчера Федеральный Резерв. Я думаю, это самая, наверное, основная бизнес-новость, которая вот сейчас будоражит умы. Фондовый рынок растет. Вот я видел, что сегодня и да и вчера вечером, в общем, был достаточно сильный рост. Я думаю, что оптимизма прибавится. Кстати говоря, вот как вы считаете, что касается будущего мировой экономики, как вы думаете, сейчас вот многие говорят, кризис, все будет становиться только хуже. Как вы считаете, как вот бизнесмен? Что будет дальше? Я думаю, что есть определенные региональные ситуации, которые влияют на это. Совсем понятно, какая ситуация сейчас в Европе с евро. Но если смотреть на развитие рынка, очень серьезно зависит, насколько определенная страна или рынок обеспечен энергоносителям. Вот если насколько еще в России большое обеспечение энергоносителей, она может их использовать достаточно дешевые цены для своего развития. Пока нефть не кончится в России, можно не беспокоиться насчет кризиса? Ну, я думаю, что да. Могу ли я так сказать? Я думаю, что да. Хорошо, вы можете позвонить телефон прямого эфира, код города 495 и сам телефон 6510996. Либо, если вы сейчас находитесь рядом с компьютером, и этот компьютер оснащен интернетом, вы можете открыть сайт Finam.fm, увидеть воочию нашу студию и, собственно, написать какой-либо вопрос мне, либо Петру. И возвращаемся к теме денежных переводов. Насколько я знаю, российский рынок растет быстрее, чем мировой, так ли это? Да, мировой рынок растет приблизительно 7-8% в год, российский рынок по последних оценках Центрального банка России, если посмотреть динамику, от 30 до 45% прирост самого рынка. Ну, очевидно, есть разные направления, отправления из России, которые тоже отличаются. Например, отправление, общий рынок России по денежных переводам, согласно Центрального банка России, он приблизительно где-то 17,5 миллиард долларов в год. То есть, если взять 500 миллиардов мировой рынок, сопоставить, ну, где-то примерно 21-25 часть мирового рынка, это Россия. Ну, в общем, не так уж и много. Если смотреть, тогда, вот, в основном, российский рынок, он разделяется на три категории, можно сказать. Есть внутренние денежные переводы, учитывая, что огромная страна, там, сколько... Условно говоря, Москва, Хабаровск. Да. Когда есть 12 часовик поясов, это очень дальние расстояния, денежные переводы внутри России занимают, ну, можно сказать, большую часть. А из этого еще 2,5 миллиарды, где-то 20 процентов, является отправление на дальний зарубеж. Дальний зарубеж, понимается, те страны, которые не входят, скажем, в СНГ. А 80 процентов, которые отправляются за кордон, за трансграничные переводы, 80 процентов из России идут в страны СНГ и в основном на страны Центральной Азии. Ну, это, в общем-то, можно было предположить, поскольку мы все знаем, вот те, кто живет в Москве, что у нас появляется все больше и больше гастарбайтеров, это можно увидеть на улицах, поэтому, действительно, наверное, они как-то деньги отправляют родственникам, родным и поэтому пользуются какими-то системами денежных переводов. Я вот просто ради интереса зашел на сайт MoneyGram и попробовал просчитать стоимость. То есть, я сначала завел в качестве страны отправителя Россию, а получателя Уганду, 100 долларов, мне высветилась комиссия 12 долларов с этих 100. Россия, Беларусь не сработала вообще, то есть, видимо, у вас нет возможности отправить в Беларусь деньги. Конечно, есть. Есть, да, ну, значит, может быть, что-то я неправильно сделал. Россия, Таджикистан, 2 доллара комиссия, то есть, ну, очевидно, что Таджикистан поближе, чем Уганда, соответственно, комиссия поменьше, но вот порядок примерно такой. То есть, 2 процента? Да, но расстояние, расстояние, это не зависит от расстояния, это зависит от рынка. Наверное, как вам известно, на российском рынке официально зарегистрировано 19 различных систем денежных переводов официально. Конкуренция есть? Конкуренция, очень серьезно. И конкуренция, она вот пытается как-то завоевать свою часть этого рынка. Цены на отправление на близкий зарубеж в те же страны Центральной Азии, конкуренция там огромна. И в основном там отличаются цены очень мало. Это низкий коридор низких тарифов. Насколько, что на дальний зарубеж конкуренция меньше, и действительно рынок другой дальнего зарубежа, там уровень тарифов, он отличается от уровня близкого зарубежа. Ясно. Обсудим подробнее комиссию после новостей. Продолжаем обсуждать рынок денежных переводов. Я думаю, что буквально, наверное, каждый из нас когда-либо использовал подобные сервисы, когда нужно было отправить деньги, либо оплатить какие-то, может быть, услуги фрилансера, либо, может быть, отправить родственникам, которые потратились за рубежом, приходил в сервисы денежных переводов и отправлял какие-то деньги, естественно, уплачивая за это комиссию. Сегодня у нас гость, который представляет одну из двух крупнейших компаний в мире по денежным переводам, это Петр Гнатюк, вице-президент компании MoneyGram по России, СНГ, Восточной Европе и Израилю. Петр, продолжаем обсуждать комиссию на рынке денежных переводов. Как MoneyGram выстраивает российский бизнес? То есть, как MoneyGram, чем он лучше конкурентов? Если в двух словах, почему люди должны идти в MoneyGram или к партнерам MoneyGram? Да, я так правильно понимаю, что у вас основной бизнес все-таки через партнеров выстроен. Да, мы работаем с различными банками. Один из наших стратегических партнеров в России – это Сбербанк России. Более чем 9,5 тысяч отделений на всей территории России, которые дают возможность нашим клиентам отправлять деньги в более чем 194 стран мира, где они могут получить эти выплаты в почти 300 тысяч отделений. Поэтому удобство для клиента и иметь одного партнера, который может их обслужить по всему миру – это, конечно, преимущество. То есть, у вас преимущество – охват. А что касается комиссии? Да, сеть. Цены у нас всегда конкурентоспособны. Я могу сказать, например, что наши тарифы в России являются на близкий зарубеж один из самых низких и конкурентоспособных. И, зависимо от объема перевода, они начинают даже с одного процента от общего объема перевода. Ну вот интересно, почему разница с Угандой такая большая. Вот в Таджикистан 2 доллара комиссии со 100 долларов, а в Уганду 12. Как это рассчитывается? То есть, по идее, за счет чего это рассчитывается? Насколько я понимаю, вам просто нужно обеспечить ликвидность. То есть, вам нужно, чтобы у вас была открыта точка для этого бизнеса. И в этой точке были деньги. То есть, каким-то образом деньги переправляются, соответственно, во все эти точки и поддерживается ликвидность. То есть, почему разница? Это не вопрос ликвидности, потому что в нас работают партнеры, в которых есть лицензии центральных банков тех стран, где они работают. Вопросы ликвидности регулируются центральными банками этих стран. Конечно, эти банки должны обеспечить ликвидность, наличность в этих пунктах. Расходы, которые являются в разных странах мира, они разные. И выходя из этого, устанавливаются тарифы себестоимости этих транзакций. Потому что мы, как система денежных переводов, у нас есть и партнер-отправитель, и партнер, который выплачивает. И комиссии, которые мы получаем от наших клиентов, они делятся между всеми участниками этого процесса. И примерно в каких процентных долях? Сколько вы отдаете партнерам? Или партнеры отдают вам? Ну, обычно это как-то равномерно. То есть, вы работаете, допустим, Сбербанком на российском рынке, отдаете ему половину того, что... Нельзя забывать, что транзакция, которая отправит Сбербанк, должна где-то быть выплачена кем-то, другим партнерам. И если из Америки, там, с Брайтон-Бича в Нью-Йорке, например, отправляет своим родным здесь в Москве, то партнер в Нью-Йорке должен на этом заработать, Сбербанк должен заработать прилично, конечно. И система денежных переводов в Монеграм тоже должна заработать для того, чтобы обеспечить этот процесс. И мы тогда между участниками процесса выполняем функцию расчета. То есть, примерно, если посмотреть, сколько зарабатывает Монеграм с транзакцией, сколько процентов примерно за вычетом, грубо говоря, можете сказать или нет? Конкретно, конечно, я не могу, но я говорю, что есть справедливое разделение этой комиссии между всеми участниками процесса. То есть, если мы говорим, что комиссия отправки денег в Уганду 12%, то предполагается, что это зависит от того, что в Уганде есть какой-то очень жадный партнер, который, соответственно... Вы знаете, не обязательно, потому что все системы денежных переводов работают на тарифной сеть, где, скажем, низкий объем перевода, там, с нуля, там, 10 долларов до 100 долларов, это стоит тоже та же самая работа, та же самая функция оператора и так дальше, как программное обеспечение, чем 10 тысяч долларов. И есть шкала, тарифная шкала, чем больше объем перевода, тем дешевле процентное отношение тарифа от общего объема. Ну, это понятно, то есть, здесь как бы и там, и там было 100 долларов, но в одном случае 2 доллара комиссия, в другом 12. Рынок, это рынок конкуренции, на котором работают. Просто определяется, грубо говоря, в зависимости от местного рынка. Все, это понятно. Ясно, еще хотел бы обсудить вот такой момент. У нас же принимается закон, буквально 29 сентября он вступает в силу, закон о национальной платежной системе. То есть, получается, что по этому закону все операции могут делать только банки, либо небанковские кредитные организации. Хотя раньше у нас деньги могли принимать все кто угодно практически, да? Насколько это меняет рынок денежных переводов? Ну, в первую очередь надо понимать, что это, что вы понимаете во всех операциях. Потому что это достаточно объемное понятие. Да, действительно, закон регулирует платежные системы на территории Российской Федерации. И переводы, которые происходят на территории Российской Федерации, внутри Российской Федерации. Ну, да, это очевидно. Закон не распространяется на транзакции, которые заграничны. Если перевод идет за пределами России, то закон не регулирует эти транзакции. Насколько что Монеграм не работает на рынке внутренних переводов в Российской Федерации, потому что у нас нет банковской лицензии, которая требуется на это. Насколько что мы только занимаемся транскраничными переводами. и являемся нерезидентом России, потому что все контракты с нашими партнерами в России подписываются международные контракты с Соединенными Штатами. Этот закон не регулирует наш бизнес-модель, которая является в России. То есть вас, в принципе, это никак не касается. Это касается, скорее, мелких операторов, которые на российском рынке работают, работали. Им нужно будет либо получать лицензию, соответственно. Не только мелкие операторы, все операторы, которые работают. Обычно крупные, они, как правило, под крылом какого-то банка уже находились, поэтому им... Ну, есть или под банком, или как отделение банка, или как небанковская платежная организация. Конечно, все наши партнеры, банки, они, как банки, обязаны вступить как операторы денежных переводов и зарегистрироваться в Центральном банке как оператор денежных переводов. Отлично. Мы беседуем с Петром Гнатюком, вице-президентом компании MoneyGram по России, СНГ, Восточной Европе и Израилю. Продолжаем говорить про денежные переводы и про... Только что обсудили закон о национальной платежной системе. Петр, я вот... Когда этот закон только-только обсуждался, где-то полгода назад, я помню, там был некоторый скандальчик, который происходил из-за того, что там были дебаты по поводу запрета на передачу информации о транзакциях за пределы России. И тогда еще, поскольку это напрямую касается таких компаний, как Visa, MasterCard, у которых процессинговые центры находятся вне России, тогда это обсуждалось в интернете, и я так понимаю, что в итоге этот закон отредактировали, принесли поправку и все, что называется, убрали этот пункт. Помните ли вы такое и из-за чего там были основные дебаты? То есть почему вот такой бы резонанс был? Ну, в первую очередь, по всему миру есть законы, которые защищают передачу данных, персональных данных. И опять я напоминаю, что в основном этот закон касается транзакций, которые проходят на территории Российской Федерации, и таким образом регулируется тоже законом о конфиденциальности передачи личных данных. Ну, вот такой интересный момент. Допустим, транзакции, Visa, MasterCard, они же все процессятся вне России. То есть, по идее, с учетом тенденций, которые у нас сейчас есть в российской политике, наверное, это не очень нравится многим политическим силам. Якобы на Запад уходит какая-то ценная информация. Ну, транзакции проходят на территории Российской Федерации. Вот, и именно любой центральный банк, любое правительство, оно юридично уполномочено только регулировать деятельность на территории своей страны. Очевидно, да. Вот, и пытаться регулировать транзакции, которые проходят в другой стране, ну, просто юридично, по международным понятиям, это невозможно. И надо тоже понять суть, почему этот закон был принят. Это для того, чтобы эффективно регулировать ход наличных денег, и в том числе электронных денег на территории России, для того, чтобы правоохранительные органы могли нормально видеть и бороться с отмыванием денег, с каким-то мошенничеством, с боротьбой с терроризмом. И это очень положительный закон, подобный к тем законам, которые сегодня действуют на территории европейского сообщества, где был принят и директива европейского общества, называется PSD, который полностью регулирует денежные переводы, электронные переводы и ход наличных денег на все территории Европы на сегодняшний день. То есть Россия в данном случае идет в ногу с остальным миром? Я думаю, что она не только идет в ногу, но она в многих вопросах упоряжает тенденции для того, чтобы действительно обеспечить рынок безопасными и надежными системами для управления финансовым. Телефон прямого эфира 495, это код города, сам телефон 6510996, ждем ваших звонков, либо можете написать на сайт Финам.ФМ, задать вопрос мне или гостю. Какова максимальная сумма перевода? Сколько можно отправить? По системе денежных переводов в маниграмм до 10 тысяч долларов. Но зависимо от местного законодательства по отправке, это тоже зависит от страны. По России я точно не помню, не могу сказать, какое ограничение, но это только зависит от местного законодательства на отправку. Но по системе маниграмма до 10 тысяч долларов. И нужен, я так понимаю, обязательно документ удостоверяющий личность? Обязательно. Обязательно. Причем, если это банк, вы можете не открывать счет, можете просто перечислить деньги без открытия счета. Совершенно верно. Процесс очень простой. Клиент приходит с паспортом, он предоставляет свою личность, он предоставляет информацию, в какую страну он хочет перевезти, кому по имени и сумму. И выходя из этого, вся эта информация заводится в систему, и в течение 10 минут получатель в любой стране мира, там 195 стран, заходит в отделение маниграмма, тоже предоставляет свой паспорт, предоставляет код перевода, который отправитель ему передал, и заходит оператор в систему, видит эту транзакцию, подтверждает личность этого человека, и на месте ему выдает наличные деньги. Или есть возможность вот эти деньги не брать наличными, а оставить на счету или перевести на счет. У нас сегодня есть программы и в России, и международные, где, как многие банки, они пытаются очереди убрать, потому что это огромные проблемы с банками. Мы активно разрабатываем альтернативные каналы, которые включают как и банк-автоматы, и киоски, и онлайн-банкинг, чтобы вообще не надо даже с дома выходить и делать международный перевод. Да, было бы очень удобно, потому что я вот буквально, наверное, полмесяца назад отправлял деньги в Украину, не через вас, через другую платежную систему, и действительно провел в банке, но я думаю, что, наверное, минут 40 переводил. В общем, небольшую сумму, долларов 100, но просидел там 40 минут. Было бы здорово, если бы были какие-то действительно более быстрые способы. Ну, знаете, сегодня каналы меняются, технология совершенствуется, и уже сегодня даже в России не ограничено только банковскому каналу. Сегодня активно уже денежные переводы можно отправлять с торговых точек по всей территории России. Есть альтернативные каналы, киоски, банк-автоматы, даже мобильные телефоны уже начинают предоставлять определенные услуги по денежных переводам прямо с мобильного на мобильный. Ну, это интересно, это будущее, но наличка еще играет большую функцию в мире. И как-то нужно из этого электронного кошелька или из этого мобильного телефона или на него наличку положить, или из него наличку снять. Потому что пока еще не пойдешь на базар и не купишь буханку хлеба. Да, заплатив через телефон. Чуть позже перейдем к бизнесу MoneyGram в России, а пока новости. Денежные переводы все ими пользовались. Интересный бизнес. Бизнес, связанный с деньгами, бизнес, связанный с присутствием с как можно более крупным, как можно более объемным присутствием в разных точках. Потому что если есть много точек, то, соответственно, будет много клиентов, которые хотят перевести деньги из одной точки, из точки А, из точки Б. В точку Б. Появился бизнес давно. Раньше, насколько я знаю, это были некие бумажки, которые купцы разрывали. Точнее, те, кто принимал вот эти деньги, разрывали бумажку, отдавали одну часть тому, кто деньги, соответственно, отправляет. И дальше, соответственно, это все проходило так, что другой человек уже в другом, в точке Б, грубо говоря, получал эту бумажку и, соответственно, выдавал эти деньги, либо товары. Это было как чеки, которые использовались. Теперь немножко чуть-чуть больше поговорим о бизнесе MoneyGram. MoneyGram все-таки крупная компания в российский рынок. Вообще, насколько он привлекателен для MoneyGram? Сколько, какой бизнес делает MoneyGram в России? Сколько это примерно в процентах от всего бизнеса MoneyGram? Можете сказать? Ну, конкретные данные по цифрах я как-то не могу официально распространять. Я думаю, вы понимаете, что это публичная компания, и я могу только говорить о информации, которая уже находится публично на рынке. Да, наверное, вы скажете, что Россия – это существенный и интересный рынок для MoneyGram. Правильно? Ну, безусловно, как третья страна в мире, которая отправляет, это, безусловно, очень важно. Но для нас, если смотреть, например, рост нашего бизнеса в России, то за последний год у нас прирост был больше 100% прирост. И с нашим партнерством Сбербанком, которое началось в декабре 2010 года, очень стремительный рост идет и подправки, и в результате сети, которая появилась. Раньше у нас была сеть относительно маленькая, где-то 2500 отделений по России. Сейчас наличие отделений больше 12 тысяч. И мы надеемся, что до конца года оно вырастет еще до 18 тысяч. То есть вот этот рост численности отделений в России связан с тем, что вы подключили Сбербанк как партнеры? Потому что Сбербанк, в общем-то, наверное... И у нас идет органический рост партнерства с другими банками, в которой есть сети, оно растет. Но вы знаете, рост рынка отправлений из России напрямую зависит от инфраструктуры на стороне получателя. Если смотреть на Центральную Азию, например, Маниграмм имеет больше, чем 95% проникновения рынка денежных переводов. Это значит, больше 95% всех точек в стране, которые имеют право заниматься денежными переводами, предлагают услуги Маниграмма. Для этого это очень доступно и удобно для получателя. Если мы начинали 5 лет назад в России, у нас было всего на весь регион СНГ где-то меньше 3000 пунктов обслуживания, то до конца года этого года у нас будет близко 40 тысяч пунктов обслуживания на все территории. Ну, Шай, тут вы сказали про Среднюю Азию, и хочу задать вам такой вопрос. А вы знаете, вот есть такая система древняя, называется Хавала. Конечно. То есть это, по сути, то же самое, правильно я понимаю? Или есть какие-то отличия? Она использовалась в Средней Азии задолго еще до появления каких-то современных средств перевода. Ну, Георгий, вы с начала программы правильно сказали, что рынок денежных переводов, он где-то за 400 миллиардов, ну и растет стремительно в ближайшие годы. Но если посмотреть только на лидеров, мировых лидеров по денежным переводу, то у фирмы Western Union, которая является лидером, у них где-то 12% мирового рынка. Вот фирма MoneyGram имеет приблизительно где-то 7-8% мирового рынка. Ну и тогда там еще некоторые маленькие, там 3-4%. Ну, если взять это все вместе, мы говорим где-то 25% рынка это лидеры. А 75% за 400 миллиардов именно вот еще проводится через халяву. Ага, то есть такой большой объем. Это друг другу, это передать там поездом или автобусом, или микроавтобусом, или с собой взять на поезд. Потому и сегодня, когда рынок именно сколько денег является, ну можно сказать, в тени, и их не видно, появляется тоже серьезная безопасность. Опасность, извините, опасность в плане финансирования терроризма, отмывания денег и так дальше. Поэтому разные государства, в том числе Российской Федерации, которые правильно делают, что они пытаются регулировать этот рынок, выносят эти деньги с тени и переводят их в официальные каналы, банковские системы, где есть контроль, где есть compliance, где есть отчетность. И тогда правоохранительные органы и государства видят эти деньги и знают, что они делают на рынке. То есть по сути рост, ваша задача в области роста бизнеса заключается в том, чтобы перевести вот этот теневой бизнес на рельсы легального, собственно, денежного обращения. Убедить наших клиентов или тех людей, которые переводят деньги, что для них более удобно, более выгодно, более надежно и даже дешевле, с меньшей опасностью, просто перевести деньги через маниграмм официально, чем пытаться находить какие-то непонятные опасные схемы. У нас в России есть крупная организация, которая, ну, по идее, должна заниматься денежными переводами, я думаю, она ими занимается, хотя я никогда не переводил деньги через почту России. Вот почта России, она, как бы, как вы ее оцениваете, как игрока на этом рынке, именно на российском рынке? Я понимаю, что вы не работаете по России, вы в основном, конечно, в России, естественно, но, тем не менее, вот по вашим оценкам, как вы рассматриваете почту России, кто это для вас? Ну, почта России очень, очень большой, большая сеть, мне кажется, где-то 20 тысяч отделений. Ну, там стоят вопросы о коммуникациях, не все отделения почты имеют связь, а связь нужна для того, чтобы провести электронные какие-то программные обеспечения. Они занимаются денежными переводами, даже есть международная федерация почтовых, почт по миру, которые занимаются. Но, чтобы сказать, что они активно являются игроком на рынке денежных переводов, транскроничный, я бы не сказал, но они продолжают в России активно заниматься внутренними переводами. И традиционно по миру почты являются очень серьезные игроки. Например, в Великобритании почта Великобритании является эксклюзивным партнером Монеграмма, больше там 11 тысяч отделений. Поста Итальяна в Италии тоже 14 тысяч отделений. Я так думаю, что в основном проблема в том, что почта России у большинства ассоциируется с неким не очень удобным сервисом, может быть, какой-то вот такой медлительностью, очередями и так далее. Кстати говоря, вот интересно, если у вас был опыт общения с, я обращаюсь к слушателям, если у вас был опыт обращения в Почту России, перевода денег через Почту России, либо перевода денег через какие-то западные компании типа Монеграмма или Вестерн Юнион, то позвоните и поделитесь своими впечатлениями, будет очень интересно. Ну, с Почтой России более-менее понятно. Я бы хотел просто добавить, что традиционно население в плане финансовых услуг, они больше привыкли работать с банками, чем с почтами. Да. Потому это направление более активное. Повторю, телефон прямого эфира 495, это код города, телефон сам 6510996. Либо если вы у компьютера, компьютеры оборудованы интернетом, вы можете написать на сайт finam.fm. Еще такой момент, вот смотрите, я прихожу и прихожу, допустим, в банк или в отделение, прихожу и хочу поменять, отправить деньги. Мне нужно их поменять, то есть я, грубо говоря, приношу рубли, отправляю доллары, например. А получатель, соответственно, может получить в своей локальной валюте, там, в случае Уганды, это какие-то там местные деньги. Это заработок партнера исключительно, да, вот на курсе, правильно? Это все зависит, как страна построена в системе, потому что обычно, если идет отправка в долларах, идет получение в долларах. Отправка в евро, получение в евро. У нас есть в разных местах, где идет выплата в местной валюте и проводится определенная конвертация. Даже если сегодня клиент приходит в банк для отправки, он отправляет в валюте, ему нужно провести эту конвертацию, и получатель получит в той же валюте. Ну, мы надеемся, что, наверное, в следующем году, уже по системе Монеграма, не нужно будет нашим клиентам в России делать перевод на вот эту валюту. Они смогут просто отправить рубли, а зависимо от страны, где будет получатель, получать их в те валюте, которые для получателя выгодны. То есть это, в принципе, бизнес-партнера, обмен валютой. То есть я пришел с рублями, хочу отправить доллары, меняю их на доллары по курсу того банка, который я использую для отправки. На российском рынке, да. Монеграм на этом не зарабатывает. Ну, у нас зависимо тоже от страны, от какого рынка. Например, если отправляется, скажем, с Великобритании фунты и выплачивается здесь в долларах, то Монеграм участвует в FX. Я понял. Хорошо. И вы знаете, есть даже система денежных переводов в России, где вообще тарифа нет. Они просто отправляют, нулевой тариф, и система денежных переводов только зарабатывает на обмене. А, вот так вот. То есть получается, что есть основной бизнес и есть небольшой такой, не знаю, насколько большой. Ну, мне кажется, это больше такой, ну, маркетинг-подход, как привлечь этого клиента, если ему говорить, что отправил нулевой тариф, ну, конечно, клиент придет. Но он не понимает, что из него тоже возьмут деньги. Ну, за перевод денег за курс. Да, в форме вот обменного курса, который вот не может быть выгодным. Ну, конечно, выгодный он, естественно, для того, кто обменивает. Петр, скажите, а вот в России у MoneyGram, ну, сколько сотрудников вообще, сколько людей работает на MoneyGram? Ну, насколько что у нас является просто представительством MoneyGram, мы физично, лично не делаем переводы. Поэтому их должно быть немного, по идее. У нас офис 10 человек, которые обеспечивают техническую справность системы. Системы, маркетологи, которые работают с нашими агентами и проводят программы по маркетингу, информируют население. Ну, и руководство, финансовое управление и так дальше. Продолжим разговаривать откровенно с вице-президентом компании MoneyGram через буквально 3 минуты после того, как пройдут новости. Продолжаем бизнес-класс, обсуждаем денежные переводы. В гостях у меня представитель компании MoneyGram, Петр Гнатюк, вице-президент по России, СНГ, Восточной Европе и Израилю. Человек, который знает о денежных переводах, если не все, то, наверное, очень многое. Петр, расскажите, вот как вы пришли в этот бизнес, как вы оказались в MoneyGram? Ну, я уже, наверное, 15 лет работаю в финансовой сфере. Это начиналось еще с начала 90-х годов. В основном начинал, как многие, в карточном бизнесе и создание процессингового центра на Украине. Устройства разные, посттерминалы, банковтоматы и так дальше. Потом плавно перешел от этого, как директор департамента неторговой корпорации в одном из крупнейших банков Украины. Ну, и часть моих ответственностей, это тоже входило в денежные переводы внутри банка, как агент. Первоначально я работал в этом, а потом уже перешел в денежные переводы. Ну, и уже почти 10 лет занимаемся вот этим направлением. Поэтому, можно сказать, я как-то помог создать эту индустрию в СНГ. Ну, и сейчас имею честь и... Сейчас, наверное, снимаете сливки с невероятного роста компании за прошлый год. Ну, пытаемся, да. А 10 лет в одной компании не надоело? Знаете, это не вопрос компании. Это я прихожу на работу, я работаю на весь мир. Поэтому деньги отправляются, если просто посмотреть аналитику, который надо делать, есть первоначально 10 коридоров направления денег на каждую страну на отправку и на получение. Взять 18 стран, помножить на 10 и 10, у меня получается 360 коридоров, которыми нужно и следить, и тогда их пытаться как-то регулировать, стимулировать для того, чтобы была максимальная эффективность и для корпорации, и максимальная эффективность и привлекательность для потребителя. Поэтому, я думаю, что это не может надоесть. Я могу сказать, что у меня нет работы, у меня есть занятия. Образ жизни. Я просто стою утром и занимаюсь денежными переводами. Интересно, а есть ли какая-то корпоративная культура в компании, например, вот то, чем отличает эту компанию от других, с этой точки зрения? Есть ли какие-то отличия у вас? Ну, я не могу как-то говорить, чем занимаются другие компании, как культура у них. Но то, что я могу сказать про Монеграм, это то, что мы очень серьезно относимся к нашим клиентам, чтобы их понимать, удовлетворить. Знаете, трудовой мигрант – это уникальный человек. Надо просто представить, что человек уезжает с дому, оставляет своих родных, своих близких, своих детей. Он не уезжает, потому что ему хорошо. Он уезжает, потому что ему тяжело. И он делает очень большой как-то поступ в том, что он уезжает в другую страну. Берет определенный риск для себя. Где он язык не знает, где он живет в одней комнате с 10-20 человеками. Где он не уверен, что он получит эту зарплату, потому что могут быть многие недобросовестные как-то люди. И ему надо это терпеть. И каждый месяц оставлять себе только, что ему нужно минимально на выживание, а все остальное отправлять домой для того, чтобы обеспечить свою семью. Но это очень большое уважение к таким людям, которые это жертвуют своей жизнью за рады других. Это настоящая любовь. Здесь я думаю, что они и на себя в том числе работают, потому что они в итоге все-таки вернутся. Да, построят дом, купят машину. Да, детей воспитают и так дальше. Но с большим уважением мы относимся к нашим клиентам, которые нам доверяют. Это очень тяжело заработанные деньги, чтобы у них была безопасность, чтобы у них было удобство, чтобы тариф был справедливый для них, а не очень высокий, для того, чтобы была надежность этого перевода. Ну и очевидно, чтобы они спокойно могли спать и знать, что семья обеспечена, деньги переведены, и что они имеют дела с надежной фирмой, в которой уже репутация больше 70 лет, которая гарантирует этот перевод. А деньги, если брать СНГ, куда в основном идут? Таджикистан, Узбекистан? Лидер, кто лидер? Лидер вообще из России, это Узбекистан на первом месте, Таджикистан на втором. Ага, то есть я угадал, можно сказать. Да, и Украина на третьем месте. Ну да, то есть гастарбайтер в основном это... Ну если смотреть, скажем, даже дальний зарубеж, то Соединенные Штаты номер один, большие там Китай, мы тоже о Китае не говорили, больше 85 миллионов долларов только в Китае идут, Германия, Италия, Великобритания, ну то, что идет за пределами СНГ. Ну и рынок между Россией, СНГ и Израилем тоже очень большой, потому что в Израиле больше 2 миллионов русскоязычных за всех стран бывшего союза. Китай понятно, потому что это весь Дальний Восток, там каким-то образом, ну и китайцы там есть, и бизнес есть какой-то с китайцами. Ну и много мелкой торговли, которая происходит. Ну и рабочие, которые на востоке России, где ближе к кордону Китаю, они тоже приводят. И вы знаете, очень интересно, вот очень сильные отношения экономические, финансовые между Россией и Турцией. Я не знаю, что вам известно, что экономический рост Турции превышает, в 2010 году, превышает экономический рост даже Китая. Турция растет очень сильно, да, это известно, и многие компании российские выходят на турецкий рынок. Да, это направление номер один по туризму, скажем, за Россию. Это, ну, последняя оценка, что только в Турции живут больше миллион трудовых мигрантов из стран СНГ. И первые пять главных коридоров отправления с Турции, потому что в основном это приток с Европы, из других стран. Первые пять направлений на отправку с Турции по рынку, не только по манеграмму, а по рынку, они все направления стран СНГ. Ну, да, это можно, в общем, тоже заметить. Будучи в Турции, можно заметить, что русских очень много, и даже надписи везде практически всегда дублируются на русском. Какие планы, какие тренды вы видите на рынке денежных переводов в ближайшее время? Ну, один тренд, который мы уже наблюдаем, он на рынке происходит последних пару лет, это то, что денежные переводы постепенно начинают переходить от банкерского канала в каналы торговых сетей. Это для использования, это больше удобно для клиентов, они находятся ближе к месту жительства, места работы клиента и так дальше. У них доступ по времени работы тоже более удобный, поздно вечером или на выходник, бывает даже что круглосуточно работают, потому эта тенденция, это одна. Вторая тенденция, то, что мы раньше обсуждали, это переход от классических переводов, приходишь в банк, стоишь перед там оператором и так дальше, до альтернативных каналов, киоски, банков, автоматы, онлайн, мобильные телефоны, это вторая большая тенденция. И это будет продолжаться, продолжаться во всем мире и в том числе очень активно. Даже вот эти киоски, которые везде по России, такого не увидишь в Европе, например. Европа отстает от уровня технологического развития именно в платежных системах электронного типа. Очень приятно, что мы хоть где-то впереди находимся. Петр, расскажите, у вас, вот если говорить о каких-то моментах в карьере, в биографии, вот что могли отметить, как наиболее вот такие интересные, может какие-то переломные точки, что для вас было важным? Ну, наверное, самая преломная точка в моей жизни, это было в августе 91-го года, когда был развал Советского Союза, и я жил и вырос в Америке всю жизнь. Но мои родители из Украины, я в Америке вырос тоже как член украинской диаспоры, и в это время, когда уже был развал, у меня была возможность приехать и работать в Украине, то это, очевидно, очень большое изменение моего мировоззрения. Кстати, вот вы часто, я знаю, перемещаетесь между Украиной и Россией, вот как бы есть ли какие-то оценки, где лучше, может быть, где вам приятнее, какие-то особенности, поскольку вы видите и там, и там, вот можете что-то сказать? Знаете, мне очень приятно славянская душа, доброжелательность, вот дружба, язык один, можно сказать, есть взаимоуважение между народами, семьи, политика, это отдельный вопрос, который как-то не влияет. влияет на отношения между людьми. Есть экономические очень сильные отношения, понятно, дожит даже и по денежной переводу, потому мне кажется, что такого отличия нет. Славянская душа и там, и там. Да. Окей, ну, если брать рынок денежных переводов и банковский рынок, то есть даже не так, если брать бизнес денежных переводов и банковский бизнес, вот как вы считаете, какой бизнес лучше? Так, у нас уже, в принципе, две минуты осталось, мы подводим некий итог. Как вы считаете, какой бизнес более, скажем так, перспективный? Ну, на мой взгляд, банковский бизнес не сильно развивается за последнее время с учетом всех вот этих вот экономических пертурбаций, а вот денежные переводы постоянно растут все больше и больше людей, которыми пользуются, выходит из тени, соответственно, бизнес растет. Ну, вот цифры, которые вы назвали, они, конечно, сумасшедшие. Рост вашего бизнеса за прошлый год. Как вы оцениваете? Есть разные продукты. В основном банки на сегодняшний день, самый привлекательный, прибыльный бизнес для банка, это выдача кредитов. Получить депозиты, выдачить кредиты, заработать на марже. То есть классический банковский бизнес, да. И сегодня известно, что в России вот приоритет для банков, это потребительские кредитования, это ипотека и так дальше. А денежные переводы для банка являются одна часть комиссионного бизнеса. Конечно, для потребителя вот количество транзакций и объемов, наверное, будет больше в денежных переводах по количеству транзакций. А прибыльность для банка, она всегда будет вот лучше в классических банковских операциях. То есть, несмотря на растущий рынок, все равно банки в классические банковские операции, они являются, для банков будут являться основным источником дохода. В процентном отношении от общего, общей прибыли для банка. Но, тем не менее, денежный, рынок денежных переводов очень сильно растет. Петр, спасибо вам огромное. С нами был Петр Гнатюк, вице-президент компании MoneyGram по России, СНГ, Восточной Европе и Израилю. Разговаривали мы про денежные переводы. Это программа «Бизнес-класс» на Финам.фм. Через несколько минут выйдет программа «Сухой остаток». И Олег Дмитриев подведет финансовые итоги недели. И, конечно же, расскажет о том, что ФРС вновь включила печатный станок и количественное смягчение. Третий раунд, который был объявлен вчера. Разговор пойдет именно о нем. Еще раз, это была программа «Бизнес-класс» на Финам.фм. Я Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания.